Добрый вечер в студии первого Динуруснак с обзором основных событий. В начале коротко о главных темах выпуска. Пережил сам, помоги пережить другому. Все больше выздоровевших от коронавируса становятся донорами плазмы и крови, которая нужна для тех, кто тяжело переносит ковид. А под окном цветет торговля. Ужасно, это ужасно, это страшно. И мы постоянно пишем, постоянно звоним, постоянно говорим о том, что уберите этот рынок отсюда. Жители столичных улиц возмущены тем, что уличные торговцы облюбовали их двор, хотя авторизованные властями ярмарки буквально за углом. Летние убранства. Столичные коммунальщики оформляют яркие клумбы, чтобы сделать лето более красочным. 229 человек узнали сегодня, что больны коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных с начала марта и по сей день составляет 9247. Погибших 323, сегодня скончались еще 8 инфицированных. С другой стороны, количество победивших COVID-19 увеличилось до 5240 или более 58% от общего числа. Из госпитализированных – 274 в тяжелом состоянии. Среди пациентов – 1713 работников системы здравоохранения. Большинство случаев в Кишиневе – 2868, в Приднестровском регионе – 1030. От 400 до 500 случаев зарегистрировано в муниципиях Кагули, Сороках и Бельце. Средний возраст жертв коронавируса – 67 лет. Большинство из них страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний почек. Место в больницах осталось на пять дней. Если ситуация не изменится, предупредил премьер Кику, призывая соблюдать осторожность, меры безопасности и не выходить из дома даже ради того, чтобы соблюсти традицию и помянуть усопших на кладбище. Глава Кабмина написал на своей страничке в соцсети, что люди должны проявить благоразумие и поставить свое здоровье превыше всего. А в генинспекторате полиции на благоразумие не надеются. Обещают патрулировать все полторы тысячи погостов в стране и глядеть в оба за соблюдением правил. 3000 полицейских будут следить за общественным порядком и соблюдением мер безопасности на кладбищах страны 7 и 8 июня. Эти будут осуществлять органические правила и проверять регулирую к COVID-19, около 1.500 цемитирования в то, что сара, но и на службы religиозные в среду, в кадре локажа святых. Главный инспекторат полиции также призывает граждан сидеть дома, чтобы избежать заражения COVID-19. Главный инспекторат полиции также призывает граждан сидеть дома, чтобы избежать заражения COVID-19, чтобы избежать заражения COVID-19, верующих на свежем воздухе и соблюдением физической дистанции. Отметим, в ряде населенных пунктов сами священнослужители обратились к прихожанам с просьбой воздержаться от пышных поминок. Победил COVID-19 и после полного выздоровления решил сделать доброе дело. 34-летний Максим Буаги пришел сегодня в Национальный центр переливания крови, чтобы сдать плазму крови и дать шанс на спасение тяжелобольным пациентам. Максим Буаги заразился вирусом в начале марта и в течение месяца лежал в больнице. Вместе с ним заразились и члены его семьи. Молодой человек говорит, что у него были более легкие симптомы, а вот его родители боролись с болезнью намного тяжелее. Общими силами мы можем победить вирус. Это Максим понял, когда его отец был подключен к аппаратам и находился между жизнью и смертью. Тогда на помощь пришли другие люди, пожертвовавшие плазму. Благодаря ей отца поставили на ноги. Из уважения и в знак благодарности Максим почувствовал себя обязанным продолжить доброе дело. Сейчас, когда Максим и вся его семья совершенно здоровы, болезнь заставила его пересмотреть свое мировоззрение. Максим Буаги стал 134-м донором плазмы. Добровольцы, исключительно мужчины, могут пожертвовать плазму для лечения ковид только дважды с семидневным перерывом. Тяжелые пациенты, которые получают плазму от переболевших, идут на поправку быстрее. Плазма конвалисцент, это, естественно, нормальный препарат из санжевого ума, в котором се регресеск нищие антикорпи, анти-вирус COVID-19. Сау, маи бине зис, организму, целори которые сау нсанаташит и сау сферит aceаста молодие, ау продус нищие субстанте биологически активы, которые уже сут антренаты и могут имити virus. Этот метод лечения практикуют в нескольких странах, таких как Германия, Италия и Китай, где появился вирус. В нашей стране лечение плазмой крови вылеченных людей началось 13 апреля. До сих пор большинство доноров были либо врачи, либо пограничные полицейские. Система здравоохранения остается приоритетом номер один для руководства страны. В связи с этим власти анонсировали масштабную реформу. Речь об оснащении больниц современным оборудованием и увеличении зарплат медработникам. Во время рабочего визита в Каушанский район президент Игорь Дадон вручил дипломы лучшим врачам и рассказал, как правительство намерено достигнуть поставленных целей. Больница в Каушанах рассчитана на 200 коек. В учреждении работает более 400 человек. Сейчас здесь проходит лечение 24 человека, инфицированных новым коронавирусом. Игорь Дадон также рассказал администрации больницы о том, что власти намерены выделить средства их медучреждению. 10 миллионов сомнительные сомнительные сомнительные. В Каушанском районе Игорь Дадон пообщал, и с сельхозпроизводителями. А в селе Баурчи глава государства посетил ветерана Второй мировой войны Георгий Курдогло, которого поздравил с Днём Победы и вручил ему Орден Республики. Игорь Дадон также встретился с руководством районного совета Каушан. Он заверил чиновников, что поддержка развития населённых пунктов является одной из основных задач руководства страны. К 1 октября закупочная цена газа может упасть до 100 долларов за 1000 кубометров, что приведёт к снижению тарифа для конечных потребителей. Об этом в Фейсбуке сообщил президент Игорь Дадон. Он провёл рабочую встречу с председателем совета директоров «Молдавагаз» Вадимом Чибаном, на которой обсудили продолжение газификации населённых пунктов. По словам Чибана, в инвестиционную программу компании внесут изменения, чтобы охватить как можно больше сёл. Он также отметил, что несмотря на кризис, большинство предприятий и население платят по счетам вовремя. Сейчас не отключают голубое топливо из-за долгов, и «Молдавагаз» открыто к переговорам по поводу поэтапной оплаты задолженностей. С апреля мы импортируем российский газ по цене около 160 долларов за 1000 кубометров. С появлением свежей зелени, а также первых ягод, столичные улицы заполонили торговцы. Среди излюбленных мест коммерсантов – пересечении Московского проспекта и Матеева-Сараба. Люди, живущие неподалёку, уже не знают, что делать и куда идти, чтобы избавиться от беспорядка, оставленного нелегальными продавцами. Вадим Шкёпу живёт на Московском проспекте 16 уже более 10 лет. Мужчина говорит, что проблемы начинаются весной. Перед лестницей нелегальные торговцы практически собираются каждый день, оставляя груды мусора. А из-за пандемии ситуация и вовсе ухудшилась. Жители опасаются выходить из дома. Остальные жильцы согласны. Люди жалуются, что им по горло надоели мусор и затуры на тротуаре перед домом. Тем более, что на расстоянии менее 200 метров от многоэтажки местные власти устроили две площадки специально для розничной торговли. Есть одно место для базара, это выше здесь по улице Матей-Басараб, повыше. Есть столы, места, можно торговать. Сезон начинается, они всегда здесь. И даже если полиция их просит уйти, они ждут, когда полиция уедет, и опять они здесь. Ужасно, это ужасно, это страшно. И мы постоянно пишем, постоянно звоним, постоянно говорим о том, что уберите этот рынок отсюда. Но не могут. Они только выгоняют их отсюда, они обратно приходят. Выгоняют, они обратно приходят. В полиции, где всегда на стороже и реагируют каждый раз, разводят руками. Говорят, что продавцы постоянно возвращаются после ухода инспекторов. ПОЛИТИСЬТИИ СЕСТОРАТУЛИ ПОЛИТИЯ СЕСТОРУЛИ РЫШКАНИ ПРОМАНЕНТ ПРИМЕСКСЕСИЗАРИ ДИНПАРТЕА ЦЕТАТЕНИЛОР, ПРОМАНЕНТА ЛА НА ИНТЕРСЕКСЕА БУЛЕВАРДУ МОСКОВИЦИИ, КУМЕТСНИЯ, СЕСТОРАТОСТРАНАЛ. ПОЛИТИСЬТИИ ПРОМАНЕНТЫ РАЗИ ДИНПАТЕРА ЦЕСТАНИЕ НА ОСКОВИЦИИ, Несанкционированная уличная торговля наказывается по закону штрафом до 3000 леев. На политической арене нашей страны обретает очертание новая коалиция – Санду Канду Плохотнюка-Шора. Об этом Игорь Дадон заявил в ходе передачи «Президент отвечает». Глава государства отметил, что некоторые из фигурантов уже видят себя на руководящих должностях, а другие готовы голосовать за что угодно, лишь бы остаться у власти. Президент добавил, что в этой ситуации лидер парламентской группы «Промолдова» Андриан Канду готов голосовать за кого угодно на должность премьер-министра, лишь бы сохранить кресло депутата. В то же время Игорь Дадон отметил, что хотя парламентская позиция все чаще говорит об отставке правительства, вот он недоверие не выдвигает, потому что боится брать на себя ответственность в период, когда в стране экономический кризис, засуха и пандемия. Более того, о некомпетентности оппозиции говорят уже и граждане страны. Глава государства отметил, что если оппозиция выразит правительству вот он недоверие, ей придется взять на себя ответственность за последствия политического кризиса. В отличие от Майи Санду и Андрея Анастасия, Игорю Дадону некогда размышлять, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Признался он сам, в ходе онлайн-платформы президент отвечает. По его словам, в отличие от этих политиков, он должен в первую очередь помочь людям. Мало того, Игорь Дадон обратился к Санду и Анастасии с предложением выйти к людям и конкретно сказать, что они готовы сделать для них, а не рассказывать на всех углах, против кого они дружат. Глава государства отметил, что если он решит баллотироваться на следующих выборах, его программа будет строиться на конкретных мерах, в которых нуждаются граждане страны. Вообще, к принципиальности Майи Санду есть немало вопросов, говорит президент. Сегодня говорит одно, делает другое, а на третий день высказывается в кардинально противоположном направлении. Привел в пример ее заявление от прошлого года, когда она говорила, что и руки ему не подаст. А вот 8 июня 2019-го не просто подала, но и колени преклонила, принося присягу. Не высказываю вам к мне. Писалону, у меня вошли, 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 вошли. Очень принципиально. Могу спрашивать, что они готовы сделать с Канду Плаха, с Канду Санду Плахашор, мальчик Майя Санду. Никогда не скажу. Если вы знаете, что если вы хотите, чтобы выскапить страну, как вы сказали, для того, чтобы умереться на этот парламент, на следующий парламент, Псрм готова к диалогу с классическими парламентскими партиями, заверяет президент. И если Майя Сандо старается показаться слишком принципиальной, ее партнер по блоку АКУМ Андрей Анастасия, похоже, не придерживается вообще никаких принципов, хватаясь за все, что, как ему кажется, может ухватить. Президент посоветовал представителям оппозиции быть ближе к народу и покинуть, наконец, уютный Фейсбук. По его словам, сам он никогда не создавал тепличных условий во время встреч с избирателями. Смело входил в зал, в который мог зайти любой желающий и высказать критику ему в глаза. Вышли, сфотографировали себя, отметились. Вот и выполнили долг перед народом. Лидер парламентской фракции по СРМ Корнелий Фуркулицы называл дешевым шоу явление, цитируя неформальной коалиции Санду Кандушора и их приложение Анастасии, на заседание, которое не планировалось проводить. Даже массовку, достойную лидеры групп Санду Кандушор, собрать не смогли, посетовал глава фракции по СРМ. Как отметил Фуркулицы, поучаствовать в шоу пришли не более половины законотворцев-оппозиционеров. Напомним, из-за выявленных случаев коронавируса среди сотрудников и ряда депутатов парламента законотворческий орган был отправлен на карантин на две недели. Они истекают сегодня. Уже на следующей неделе депутатам, напомнил глава фракции по СРМ, предстоит проголосовать за важнейшие законопроекты, в том числе о выделении 700 леев пенсионерам, чьи доходы ниже 3000 леев. Социалисты также намерены голосовать и за инициативу главы государства о поэтапном удвоении заработной платы всех работников медицинской системы. Предстоят дебаты по поводу нашумевшего закона об НПО. Как сказал Фуркулицы, нынешняя его редакция неприемлема, но его коллеги готовы рассмотреть предложения к поправкам. Если они не будут нести угроз суверенитету, социалисты не исключено за них проголосуют. Конституционное право нуждается в преобразованиях, уверены члены инициативной группы, сформированной из юристов, которые специализируются в этой сфере и бывших судьях основного суда. Они уверены, пора что-то менять, если хотим, чтобы в адрес Конституционного суда перестали сыпаться обвинения в политической ангажированности и пристрастности. Свои рекомендации по реформированию этой важной и очень чувствительной для Молдовы сферы они представили сегодня на конференции, пообещая передать их для ознакомления властям. Виктор Пушкаш, возглавлявший Конституционный суд в 2001-2007 годах, считает, что в последние 10 лет и к судьям Конституционного суда, и даже к процедуре их назначения, постоянно возникают вопросы. Говорят специалисты, что Конституционный суд выносит определенные решения, которые в угоду больше каким-то интересам групповых, политических, олигархических. Закончилось тем, что в июне месяце Конституционный суд был вынужден уйти в отставку с обвинениями о том, что создал фактический кризис, конституционный кризис в Республике Молдова. Принял ряд решений в угоду политической партии, которая находилась в тот период времени у власти. С обвинениями в том, что, по сути дела, узурпировал государственную власть. Но эти факты подлежат проверке и должны высказываться по ним компетентные органы. Виктор Пушкаш считает, что хранители высшего закона страны будут работать эффективнее и прозрачнее, если их число увеличить с 5 до 7. А чтобы снизить риск влияния на их деятельность, процедуру назначения следует изменить. Я считаю, что то, что случилось в Республике Молдова, доверять политическим силам назначать судей Конституционного суда – это ошибка. Поэтому необходимо создать новый механизм. Какой он будет – посмотрим. По крайней мере, мне бы казалось, что надо увеличить судей до 7 человек и выдвигать по три кандидатуры на каждое место со стороны высшего совета прокуратуры, высшего совета магистратуры, союза адвокатов. А почему бы и союза ректоров Республики Молдова не могли бы выдвинуть трех кандидатов на одно место, которые назначат, как решат, или президент, или парламент. Но вот эти дополнительные фильтры, они должны срабатывать. Инициативная группа приняла резолюцию, в которой изложены все предложения по реформированию конституционного права. Документ будет передан властям. С 5 по 7 июня и с 9 по 11 улицу Иона Инкулеца перекроют для транспорта в связи с переустановкой электро- и телекоммуникационных столбов. Об этом сообщила столичная мэрия. В связи с выполнением ремонтных работ общественный транспорт будет перенаправлен на улицу Пана Халипа. Речь идет о 9 автобусе и маршрутках номер 125-190-191. С 8 июня по 10 июля будет приостановлено движение транспорта и по улице Андрея Доги. На участке улицы Аэродромная и бульвара Ренаштири. Там термоэлектрика будет менять теплосети. Также с 8 по 28 июня дорожное движение на улице Сармези-Житуса в периметре улиц Черны Уц и Помпи-Ерилор будет частично приостановлено в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей. Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за созданные неудобства. Водителям, пересекающим указанные зоны, рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать район. В столице на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с ребенком. ДТП произошло сегодня на пересечении улиц Пана Халипа и Иона Инкулеца. За рулем машины был 30-летний мужчина. Пострадавших 37-летнюю женщину и 9-летнюю девочку доставили в больницу. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства наезда. О других происшествиях дня в нашем обзоре. Несовершеннолетний мотоциклист погиб в ДТП. Трагедия произошла вчера в Бричанском районе. 17-летний парень не справился с управлением и врезался в дерево на обочине дороги, ведущей к селу Катюжень. По данным полиции, житель села Ларго управлял мотоциклом, зарегистрированным в Италии. Мальчика обнаружили на обочине дороги со множественными травмами. К сожалению, по дороге в больницу он умер. Обстоятельства произошедшего выясняют. Еще одна авария с участием мотоциклиста произошла вчера в Рыжканском районе. 18-летний парень попал в больницу после того, как врезался в припаркованный на обочине автомобиль. Инцидент произошел на трассе между селами Алуниш и Реча. Обстоятельства произошедшего выясняют. Минувшей ночью в столице автомобиль наехал на спящего на дороге мужчину. Инцидент произошел на Мунчешском шоссе на Ботанике. По данным полиции, 34-летний молодой человек, будучи под шофе, прилег на дорогу и уснул. В результате ДТП он получил травмы ног и был доставлен в больницу. Обстоятельства выясняют. 34-летний водитель такси был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после нападения на него двоих пассажиров. Все произошло минувшей ночью в селе Хульбака, коммуны Гратиешты. Преступники скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции выясняют личности нападавших. Развлечение закончилось трагедией. Мальчик из Унгенского района отправился на озеро вместе с приятелями, но так и не вернулся домой. По данным полиции, пятеро ребят пошли к пруду в селе Загоранча, чтобы напоить животных. Впоследствии они решили искупаться. Мальчик отошел слишком далеко от берега, хотя не умел плавать. Друзья пытались помочь ему, но тщетно. Бездыханное тело ребенка впоследствии обнаружили спасатели. Полиция расследует все обстоятельства. В жаркое время года спасатели призывают жителей купаться только в разрешенных местах, а детям – в сопровождении взрослых. Молодой парень из столицы был задержан правоохранителями за извлечение выгоды из влияния. Он просил у женщины 20 тысяч леев. В обмен обещал помочь получить водительские права. Несовершеннолетний заверил ее, что может повлиять на членов экзаменационной комиссии, и ей не придется сдавать практический экзамен. Подозреваемый был задержан на 72 часа. Ему грозит до шести лет тюрьмы или штраф. Операция МАК-2020, начатая генинспекторатом полиции 1 июня, направленная на борьбу с незаконным потреблением и оборотом наркотиков, дала первые результаты. Правоохранители обнаружили в коммуне Трушены на участке земли, где выращивалась кукуруза, 114 растений марихуаны. Участок принадлежит 46-летней жительнице этого пригорода. Все растения были изъяты и отправлены на экспертизу. Если бы женщина продала их, она получила бы прибыль в размере около 60 тысяч леев. Ей грозит до шести лет тюрьмы. Операция продлится до 31 августа. Прикрыли лавочку. Сотрудники Управления национального следственного инспектората по расследованию экономического мошенничества обнаружили, что один из столичных баров, несмотря на введенный из-за пандемии запрет, принимал и обслуживал клиентов. Теперь его владельцу грозят неприятности. Хозяину пришлось объясняться. Вопреки запрету, оперативная группа застала в помещении посетителей. Кто-то увлеченно общался за стопкой беленькой, кто-то играл в бильярд. Все это нашло отражение в протоколе. Администрации грозит штраф в 75 тысяч леев. Напомним, бары, рестораны, отели были закрыты с 16 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью разрешила им открыться только с 15 июня. Вернемся на родину. Сегодня отмечается Всемирный день окружающей среды. В связи с этим пожарные и спасатели ГИЧС призвали население соблюдать правила пожарной безопасности для предотвращения возгорания сухостоя. ГИЧС призвали население ГИЧС призвали население. ГИЧС призвали население, где мы можем использовать технику. ГИЧС призвали население. ГИЧС призвали население, что мы были надежными. ГИЧС призвали население, которое мы помним, во время моей жизни это было страдание. В изгрупов, в Костещ Anстасии, По случаю Всемирного дня окружающей среды сотрудники ГЧС призывают к бдительности при использовании открытого огня. Пожарные просят не сжигать траву и бытовые отходы на сельскохозяйственных угодьях, а также проявлять осторожность при уборке хозяйств. Согава не такая, чтобы не было очень сложно, чтобы вы не спрашивали, если вы увидели небольшой инцидент, чтобы вы получили о границе и остановились. Стоять в первый раз, чтобы вы было 1,2, в lieu для снимать хорошую снимку для защиты. В итоге, я рекомендую всемирным участникам, чтобы вы были более пруденцами и скрытые медиа, По данным ГИЧС, с начала года в нашей стране было зарегистрировано 2839 пожаров растительности, из-за чего пострадали более 9000 гектаров земли. В ситуациях риска людей просят звонить в службу экстренной помощи 112 во избежание распространения огня. Фермерам, чьи угодья лежат в пойме Днестра, можно не беспокоиться насчет засухи. Минимум две недели уровень воды в реке, значительно выросший благодаря обильным ливням на Украине, будет обеспечивать бесперебойный полив. Специалисты говорят, что ситуация нормализуется и недостатка воды в ближайшее время можно не опасаться. Полноводным Днестр, главную водную артерию страны, в последние годы можно увидеть нечасто. В службе прогнозов гидрометео говорят, тут сыграли роль два фактора – ливни и ситуация на Днестровском водохранилище. На днестровском воде, в лето, в лакуи, вãoзовы дляwhichа умил yhte на районе, есть возможность компенсировать волумы возложить налоги для инстрии. Нормально для риу Нисту, в этом периоде, это 400-450 м3. Сейчас, на момент, мы имеем 900 м3. Допаду о секте хирургическом периоде, что мы получили в период, то ирна и премавара, сейчас, мы имеем риу плен, плен с аппой. Два недели и недели в обе время, были более 3 метров, и из-за другой, и из-за того, что она была более густой, и уровень воды была более маленькой. Сейчас видите, что это красиво. Специалисты утверждают, что несмотря на довольно высокий уровень воды в реке, риска наводнения и подтопления нет, а качество воды прекрасное способствует развитию и фауны, и флоры. Так что мы видим в стране, качество армии уничтожает и качество бонус. Ситуация на Днестре мониторизируется в режиме нон-стоп. За уровнем и качеством воды следят 56 классических гидрологических поста и 32 автоматизированных. Последние передают данные замеров в центр каждые 15 минут. Общая протяженность Днестра – 1350 километров. Единственный вид мусора, который перерабатывают в нашей стране – это пластик. Остальные отходы, такие как стекло, картон, древесина, сортируют и экспортируют, но в очень небольших количествах. Поэтому большая часть нашей жизнедеятельности возвращается в природу, загрязняя воздух, воду и почву. Единственный способ сохранить окружающую среду – проявить ответственность. Более 500 тонн смешанных отходов ежедневно транспортируются на сортировочный завод в столице. Их привозят представители компании Autosalubritate, экономические агенты и даже некоторые сердобольные граждане. Глаза – это пластик, картон, му, стекла, металли, то есть типы, миксы и которые были пресортаны на сорсу, то есть на омени, или в контейнере или в контейнере в городе, которые были для сортирования. Те, которые уже сортированы на сортировочные среду, они уже распространены на сортировочные среду. После того, все дешевы были транспортированы в интере, которые были на сортировочные среду, которые были сортированы в 12 категории. Труд работников предприятия можно было бы облегчить, если бы граждане не проявляли ответственность. После того, что они были в городе, то все дешевы будут сортированы. Если это было сделано для жителей, то работа работников здесь, в фабрике, будет гораздо быстрее. Если бы жители страны сами сортировали мусор, то он напрямую попадал бы сразу под пресс. Но даже после сортировки остается мусор, который не поддается утилизации. Те, что вы видите здесь, это дешевы, которые не могут быть сортированы. Рассказывают, что эти дешевы, которые не могут быть сортированы. Рассказывают, что эти дешевы снова на сортировочные среду. Предпринимательница говорит, что, к сожалению, в нашей стране только пластик перерабатывают и используют вновь. Но и в этом случае очень мало предприятий заинтересованы в его покупке, поэтому его в основном экспортируют. Рассказывают, что эти дешевы будут прессованы по категории и транспортаны на рецепт. Рассказывают, что они будут рецепт, рецепт в системе и формированы о экономии circular. Рассказывают, что они используют очень много картон и карты. По словам Ирины, проблемы в широком использовании пластика нет, если его выбрасывать в нужный контейнер как в городе, так и дома. Сортировка не является сложным. Не стоит грея для сортировки. Сортировка не будет прост, чтобы подать все обложения в пангар. Все обложения в пангаре. Пусть так и уже будет переходить на пангаре. В контексте Всемирного дня окружающей среды, который отмечается сегодня, предпринимательница обратилась с призывом гражданам страны. Согласно статистике, в нашей стране чуть более 1% граждан сортируют мусор дома. Серые будни разбавят красками. Столица постепенно одевается в яркий убор летних цветов. Едва встают солнце на горизонте, а на клумбах уже работает специальная команда коммунальщиков. При высадке растений учитывается все – цветовая гамма, рисунок, который получится после того, как распустятся бутоны, и, конечно же, сезон. Оттенки цветовой гаммы летнего убранства Кишинева изучала Дарья Букатарь. Бегония Катаранту Спартулак. Обывателю эти названия цветов практически ни о чем не говорят. А садовод с 30-летним стажем Нина Раду знает о них все. Она в этой цветочной команде муниципального предприятия «Спациверс Бригадир». Женщина – одна из тех, кто ежегодно занимается посадкой растений в Кишиневе. Притом, что растения эти баснословных сумм не стоят, кто-то умудряется цветы, посаженные муниципальными службами, перенести себе на клумбу. Ежегодно таким образом облагораживают сотни мест в столице. И хотя Кишинев архитектурным примером трудно назвать, многие туристы из Европы, России или Америки отмечают, что таких зеленых городов не часто увидишь. Солидарны с этим и многие местные. Это что-то красивое. Солидарны с флорами. И даже если это чуть-чуть. Солидарны с флорами. Солидарны с флорами. Солидарны с флорами. Мы это желаем. У нас есть красивый город. И флорист. В поличном секторе Буюканы сотрудники зеленого хозяйства посадили 13 тысяч цветов. Среди этого многообразия растений есть и тагетис. Этот цветок можно увидеть практически на каждой клумбе нашей страны. Основная причина этому его неприхотливость. Как мне рассказали местные садоводы, тагетис или как его еще называют бархатцы, отличается отличным цветением и может радовать глаз вплоть до самых заморозков. Этой весной тагетис появился на нескольких клумбах по улице Кали-Ешелор, на въезде в город, а также кое-где повыше. Цветочные вазы установили на мосту на пересечении улиц Миорица с Ханчерским шоссе на телецентре, а также на одном из самых многолюдных мест Кишинева – бульваре Штефан-Челмаре. Парковки здесь больше нет. Въезд машин ограничивают туи. Но и над эстетической составляющей примария совместно с администрацией соседнего здания подумали, С 1 июня вереница из 200 розовых сурфиней украшает ограждение. Особое негодование появление барьеров вызвало у водителей. Мол, парковочных мест мало, а эстетика – дело последнее. Однако, объясняет экономический агент, мера вынужденная. Только так можно было остановить постоянный поток машин. Мы поняли, что они мешают мамочкам с коляскам. Потому что для того, чтобы выехать с парковки, это нужно время, это нужно место. Соответственно, ты останавливаешь все движение пешеходов для того, чтобы выехать за 2-3 минутки. Многие, в том числе автомобилисты, с этим мнением солидарны. В этом году высадка цветов началась в мае и закончится в конце осени. Это все. С новостями первого можно также ознакомиться на наших каналах и страничках в Твиттере, Телеграме, Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке. Хороших выходных. Дома. Усопших можно помянуть там же, дома, в душе. Всего доброго и соблюдайте меры предосторожности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова